Всем привет, с вами Тома, мы продолжаем играть в новое дополнение The Sims Mobile Get Famous или Путь к Славе, и большое спасибо компании Electronic Arts и их программе Game Changers за ранний доступ. Само дополнение у нас выходит 16 ноября, и мы теперь играем аж за двух подопечных, за актрису Джунипер и за модного стилиста Изи, которого мы уже приютили. Он уже у нас более-менее с развитым навыком, аж шестой у него навык стилиста, то есть мы проскочили ранние этапы карьеры этой, и у нас сегодня еще пиратский день, между прочим, у Джунипер сегодня, напоминаю, в 7 часов работа Космобот, она будет играть вечером, вот, а у Изи рабочий день с 11 утра, мы попробуем выбрать работу из дома, наверное, я думаю, это же полуоткрытое, по идее, можно дома поработать. Кажется, сейчас узнаем, короче. Сейчас мы с вами сами все посмотрим. Я думаю, что до 10 они проспят, потому что они вчера шлялись на шоу талантов до 8, до 2 этого самого. Вот, ну иди ты посмотри своей неотразимостью, господи, боже мой, ты мой несчастный сим. Такая, я не смотрел в зеркало 12 часов. И руками, руками, вот так. Говорить по-пиратски. Что? Все, тебе сразу полегчало, вы видали, вы видали, он только такой пообщался с зеркалом, ему сразу полегчалось. Вот это я понимаю. Славный человек. Кстати, да, у Джунипер тоже может быть такая проблема, потому что она любит посмотреться в зеркало, и вполне возможно, что когда-нибудь у нас тут тоже появится зеркальце. Вот. Вообще, нам надо больше очков Славы, конечно. В Славе больше очков Славы. Мне кажется, Изи раньше у нас лег, нет? Ой, позже в смысле, а почему он больше выспался? А, ну он, наверное, был менее уставший, потому что... Потому что... Окей. В принципе. Давайте тогда... Еще поспим чуть-чуть. А что, нам рано вставать, если нам на работу к 7 вечера? Ха-ха-ха. Добрые дела у нас. Что-то, кстати, не особо добрится. Сколько у тебя... Я даже не знаю, одно из пяти. Может, уже забить и прокачивать все-таки актерское мастерство, потому что, ну, я не знаю. У меня не получается делать хорошие дела. Мусор мы выкидывали. Все мы делали. Короче, ну... А, может быть, нам надо довести что-нибудь до мусора. Например, поставить какой-нибудь стакан грязный и подождать, пока он завоняется. Я не знаю. Давайте попробуем потом. Короче, не убирать какую-нибудь тарелку, чтобы она стала именно вонять, как мусор. И потом ее только убрать. Возможно, тогда мы сделаем доброе дело. Возможно, нет. Кто знает. Кстати, пока она спит, давайте повесим тут ее фотки. Че у тебя тут... Тебе Изич тут нафоткал? Твоих мегапортретов? Такой тебе... Что? А, причем там на превьюшке вообще Мария. Боже мой. Вот это... Вот это вот, конечно, я понимаю. Все, тут гномики пошли всякие разные. Короче, стена самославы. Да, что у тебя? Все мускулы ноют после упражнений? Окей, ладно. Давай-ка ты тоже в душик. И что там? Ну, уже за компьютером сидит. Блок о моде. Первым делом, что я делаю, когда встаю, это я начинаю писать о моде. Не, ну серьезно. Не, на самом деле, я когда встаю, я тоже первым делом, как правило, если это не перед поездкой, когда надо кучу всего крафтить, я тоже первым делом... О, получу навык писательства. Прикольно. Первым делом проверяю какие-нибудь комментарии, что-нибудь новости. Боже мой. Короче, он будет между компьютером курсировать и этой самой. Я поняла. Давайте вы все позавтракаете, а потом будете заниматься вашими... Чем там вам надо. Тоже, возьми себе порцию. Вот, Изи... Мы поработаем из дома. И у Изи отметится в баре, клубе или коктейль-баре ему надо. Чувак, ну у тебя и работа. Окей, ладно, мы с тобой съездим потом в коктейль-бар отметимся. А что значит отметиться? Узнайте, что носят люди, посетив одно из развлекательных заведений. Ну окей, ладно, мы съездим. Джунипер попоет, а он там отметится. Шарпинки и свежий номер журнала. Шарпинки, 50 рублей. А что за шарпинки? В смысле шарпинки. Ну, в смысле шарпинки, а не шарпинки. Кстати, да, надо бы подкорректировать его тело и одежду. Вот, кстати, давайте-ка я вам сделаю опросик. А хотите ли вы ли менять Изи? Особенно мне интересует... Одежду еще ладно, а вот тело. Стоит ли менять Изи, сделать его менее дистрофичным и, короче, все такое? Ну, то есть, он сейчас достаточно специфично выглядит. То есть, я бы ему, может быть, сделать не таким худым и, может быть, чуть уменьшила голову. Но как вы думаете, стоит ли это делать? Пишите единичку, да, двоечку, нет. Потому что, я не знаю, с одной стороны, как бы, да, он явно с физиологическими дефектами. Если это так можно высказаться, я не знаю. Но он странный, будем так говорить. Но, с другой стороны, может быть, это его изюминка. Я не знаю, стоит ли менять персонажа, как бы. Так что, пишите, что вы думаете по этому поводу. Сейчас мы покушаем и съездим тогда с ним в коктейль, этот самый бар. Иди тогда ты пока тут, что-нибудь начни рисовать уверенную картину, пока мы доедим. Потом дорисуешь. Не первым, вторым, первым в зеркало посмотреть. Да, действительно. Первым делом посмотреть в зеркало, но это я его попросила. Так бы он, может, сам и не смотрел в зеркало. Получше навык рисования. Что это? Каляка-маляка. Каляка-маляка-кисяка. Кстати, похожая кисяка была сегодня на фильме, если что. Да, фильм мне понравился. Я не помню, ответила я на этот вопрос или нет. Но фильм мне понравился. Вот, так что, да. Рекомендуем. Если что, я про фантастические твари сейчас. Вот там примерно такой фантастический тварь был. Только у него вторая половина была не такая. А вот первая половина очень даже похожа. Вот, так что, короче, да. Ну и, конечно, Нюхль. Нюхль это, конечно, супер няш. Мега няш. Мега няш Нюхль. Смотреть телевизор. Ты какая? Смотреть. Иди, дорепетируй и учиться ходить. Вроде там чуть-чуть до актерского навыка, по-моему, осталось. И после чего мы отправимся в коктейль бар. В соседний, да. Давайте, он дорисует картину, дорепетирует и отправимся. Еще говорить, как пираты надо, но. Что-то дорисовал? Ух ты. Ну вот это ты нарисовала. Вот это ты, конечно, нарисовал. Уверенная картина. Вселяющая уверенность обстановка. Аррр. Пускай пока повисит. Потом подумаем, что с ней делать. Любоваться своей неотразимостью. Кстати, стильная зарисовка. Общение с законодателем стиля. Все шедевры изначально были простыми идеями, требующими доработки. Создайте зарисовку на дизайнерской доске и сделайте из нее шедеврами. Кстати, дизайнерский планшет. Вот, Изич, тебе же срочно нужен дизайнерский планшет. Я совсем забыла. Что, кроме мольберта? Вообще-то есть теперь переносной мольберт, который вообще был бы более в тему. Так, электродный тюник. Вот эта штука тебе надо. Айпад Про, Изич, срочно. Айпад Про в студию. Он только одного цвета. Затем беленький. Айпад Про в студию. Изич, хватай. Хватай просто в багаж. Положить багаж. И на этой штуке тоже можно рисовать. А потом еще, может быть, и придумывать какие-то дизайны. То есть, это такой переносной мольберт, на самом деле. Вот. И... Ладно, Джунипер. А, нет, давайте мы опробуем мольберт, пока она там... Что-то аля-ля-ля-ля-ля-ля. Доскакином до шести вечера надо. Ладно, давайте еще часик потратим на вот это, а потом отправимся. Классическая картина. Маленькая. Средняя. Боже, не знаю. Давай маленькую для начала нарисуем. Мы посмотрим, как это делается. Короче, он такой берет айпад Про и рисует. Вы не поверите. Ламарама. Ламарама. В общем, да. Вот мы такие классненько рисуем. Ламараму в симсошопе каком-нибудь. Забавно, да? Кстати, да, стоп. Вы же ничего не видите. Или видите, но не все. Нет. Так, ну, короче, 76 против 24. То есть большинство не хочет. Хорошо, я думаю, это мы тогда уберем. Вот, короче, Ламараму показываю вам поближе. Концовка огонь в фильме там. Рада, что понравилось. Я после трейлера очень сильно захотела леговский набор с каретой, но он дорогой. А я, кстати, так и не посмотрела наборы лего. Ух уж мне этот баг с головой. В лего-каталоге видела. У нас, короче, тут засад. Ладно, пускай пока 50. Потом продадим. Продать мы всегда успеем. Что-то, да, все еще нет. А что мы еще с этюдником? А что ты его обратно на стол положил? Быстрый набросок. А это что такое? Изучаем. Это, кстати, пришло с обновлением бесплатным. Это не новое дополнение. Это было в обновлении. Еще тут так. Это Лама. Вот. То есть этюдник доступен для всех, у кого есть лицензия. Уже. Что ты делаешь там? Чтобы посмотреть, что он делает, надо вот так сделать. Ну, а и поэт про же. Боже, космическая тема какая-то. Вот. Она наконец-таки дорисовала, господи. Договорила, в смысле. Счастливая. Ну, давайте тогда он дорисует и поедем. Нам сегодня... Вот. Что ты нарисовал? Покажи мне. И где то, что ты нарисовал? Он просто прокачивал навык и не это самое? Серьезно? Ничего не нарисовал? Просто как бы быстро скетч в никуда? Забава. Хорошо. Давайте отправимся в бар и спросим там людей про их общественное мнение. Ну, в смысле, ему надо не просто отметиться в баре. Ему надо спросить у них про их стиль. То есть, не просто там поехала, ничего не делаешь. Надо как бы это самое. Так, про фильм сегодня ходила, раз Трисо написала, я бы книжку почитала. Так, кстати, я тоже шла и думала, вот бы еще книжка была. Но книжка по фантастическим тварям, насколько я знаю, только сама книжка про фантастических тварей. То есть, про тварей непосредственно, про животных. Ничего такого другого там, по-моему, нету. Так, отметиться в баре-клубе коктейль-баре. Нам надо узнать, что носят люди. Окей. Давайте, го сюда. Иди сюда вместе. Сейчас народ подойдет какой-нибудь. Мы у них спросим, что они носят. Вот у бармена можно уже спросить, что он носит? Предложить изменить образ жизнерадостного. Кстати, мы же не выполнили. Точно, давайте-ка повыполняем друг с другом. Пауза. Обменяться пиратскими байками. У нас же не выполнено. Пальстить внешнему виду и обсудить моду, по-моему. А, вот взять интервью, наверное, мы можем. Все сложно. Больше, чем Гарри Поттер нравится. Но без Гарри Поттера это было бы, ну, как бы... Я бы не сказала, что твари бы без предварительного отзывчивой. Изи отзывчивый персонаж, такие персонажи любят общаться, что улучшает их эмоциональное состояние. Короче, мне в тварях нравится то, что они, как бы, очень удачно продолжают, на мой взгляд, мир Гарри Поттера. То есть, я, как бы, верю в происходящее, да, взаимосвязь. Вот. Вот нам надо взять интервью, наверное, по работе, я так понимаю. Именно, вот, не просто что-то там, а именно просить людей. Одного человека нам хватит или нет? Такие сами у себя. Да? Все? Серьезно? Мы закончили рабочий день, можно нам бухнуть? Правда, все такое. Извини я за свою фамильярность, но серьезно. Ну, как бы, да, мы выполнили нашу ценность сегодня. Классно. Так, давайте еще Джунипер пообщается с Венессой, вот, например. Ты тоже хочешь? Такая, а мне грустненько, меня никто не любит, меня бросила внешняя... Лучшая подруга. Вообще. Слушать теперь с каким-то розоволосом. Интерфейс 80-х? Да, там. Тру просто. Так, нам к семье надо на работу, и надо про это не забыть. Для этого нам надо не забыть доехать до дома еще. Давайте еще что-нибудь сплезничать, она живи. Поддержать праздничное настроение. Вот видите, у нее ангелочек взлетает? Это то, что она качает дружелюбную славу, на самом деле. Что она там? Обаяние. Господи, а что она пьет вот это все время? Она все время пьет ридж-порт. Вот, а мы все время пьем газировку. А, не гаечный ключ в этот раз у них. Не газировка. Сегодня они решили по ключику ударить. Рисование. Вот взял бы мольберт, порисовал бы. То, что ты его уже дома забыл, да? В смысле, я забыл его дома. Зачем тебе переносной больберт, если ты все равно ее не рисуешь, а? Ладно. Можно, кстати, качать обаяние и общаясь с девушками. Внезапно обсуждать моду. Дружелюбные. Мстить можно. Ладно, ну проще его, конечно... Видали, какая она там такая? Красава такая. Я такая красивая. Шо вообще? Джунипер-актриса. Кто бы мог подумать. Чуть народу сегодня мало. Что мы еще можем сделать? Писательство покачать. Выставить богатство на ПК сможем. У тебя богатство есть? Морость из денег, телефон из купюр. Жесть какая. Нет, у нас пока мало денег, чтобы их не сорить. Окей. Давайте он пойдет наверх. Докачает обаяние свое. Где тут зеркало было? Нарепетировать речь. Окей. А Джунипер у нас попоет часик. И потом часов в шесть надо будет домой поехать. Прожняться в пении. Вы видели, что она постоянно... Вы заказали напитки и даже их не пили. А Винесса вечно там за барной стойкой тусит. Так, хорошо. Давайте помотаем чуть-чуть. Что у тебя там, по-твоему? А, ты еще не дошел? Что там еще? Четвертый из пяти долга. Ух ты. Драка, драка. Видали, видали? Кто-то пытался пройти, очевидно. В обход. Вот это я понимаю. Секьюрити. Что ты хотела пройти, взрослая? Хотела пройти сюда, а ее не пустили. Видали какая? Вот будете пролазить без это самое, без спроса у вас идет то же самое. Привет из Бразилии, к нам тут заскочили. А если посмотреть в зеркало от первого лица, голову будет видно? А что бы не будет? Вот. Мы же еще это с вами смотрели, да. Еще когда за Джинни первые играли. Интересно, все симы так рисуют или анимация разная с этюдником? Да, не, все симы так рисуют. Что им по-разному рисовать-то? Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Наборы у меня, в принципе, в смысле, леговские наборы, у меня каталог лежит. Я их видела там в каталоге. Вот, но это самое. Ну, за ссылку спасибо я почитаю. Что напряженный, где зеркало? Ты перед зеркалом стоишь, дурачок. Любоваться своей неотразимостью. Потом будем репетировать дальше. Видали, он напрягается, когда он долго не это самое. Давайте до шести тут побудем. Потом домой и с дома на работу у нас. На съемки. Если что, я поднимаю ей досуг. И заодно, вот, кстати, может быть, уже не поднимать, а досугу сходить в туалет. Что-то мне не нравится. Веноса такая грустненькая ходит. Наверное, ей на пробу ее не зовут. Постоянно. Да, если че, мы качать будем долго и упорно. Все, короче, го домой. Дома будете качаться дальше. Нам еще на это самое, на съемки идти. Сменить контроль на Джонипер. Ну, Naked School, привет. Крокодилы у тебя классные. Сегодня в инсте видела. Скоро начнется шоу талантов. Опять шоу талантов? Ну, сорян. У нас сегодня это самое. У нас сегодня свое шоу талантов. Отправить сюда. Изи. Так, Изи. Изи ты, Изи просто. Давай-ка ты у меня покачаешь... Стоп, не ты. А, ты сейчас у меня другой покачаешь. Воспользоваться глюном. Кстати, может быть, мы перекусим перед съемками. Быстро перекусить. Йогурт. Вот. Потому что там, конечно, пицца есть. Но не хочется отвлекаться на пиццы. А мы, когда пойдем на работу, я думаю, мы поставим Изи развивать что-нибудь. И он будет тут что-нибудь развивать. Он, кстати, любит этот день пиратский внезапно. Внезапно он его любит. Досуг. Прям вообще. Иди еще порисуй. В некоторой степени. Мотивирует. Уровень повыше. Так, и мы сейчас пойдем на работу. Дайте-ка, сохранюсь перед этим. Мало ли что. Так, вчера мы делали с вами действия обычные. Сегодня мы будем делать действия рискованные. Я думаю, присоединиться. Еееей! Мы едем играть. Чудовище морское. Точнее, космическое. На пиццу. Так, насчет Naked School у нее та самая. Ах, 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 ах. Я сейчас просто не скину. Вот. Эдель, давай я тебе скину потом в личку инсту. Ладно, потому что сама Naked не может скинуть ссылку в чат. В прошлый раз для выполнения рискованных действий на съемках навык обаяния был нужен во всех трех случаях или что-то это разовое было. Слушайте, я, если бы я знала, честно, давайте мы изи попросим развивать навык рисования. Вот так вот. Так, а у нас сегодня съемки пришельца. Подготовить прическу, входить в роли, рассказывать историю. Вот, мы будем вот в таком костюме теоретически играть. Так, и начнем мы, конечно же, с подготовки прически и макияжа. Вот. Так что, а режиссер у нас сегодня тот же или другой? Тот же, дядька. А-А-Руш. А-А-Руш. А-А-Рушный, А-А-А-Руш. Вот, и, короче, да. И сегодня у нас спортивный навык. Вот, но я не знаю, мы попробуем рискованно? Если у нас что-то получится, хорошо, не получится. Ну и как бы, и ладно. Я, честно, думаю, что на самом деле это тоже рандом. И на самом деле вряд ли на это сильно влияет то, что мы там что-то раскачали, что-то не раскачали. Хотя, может, и влияет. Сложно сказать, потому... Видали, какой там петух? Вот это Бёрдмен. Серьезно. А-а-а, выше. Кого нас сегодня будут красить? А как вы нас будете красить, если у нас все равно форшьют? Зачем? Ну, тут анимация та же самая. Сейчас нам опять какую-нибудь химию на голове сделают, не такое. А-а-а, оружие, орем. Чат не крузится. Ой, Нейкет, такое бывает на самом деле. Ух ты! Что за Рейнбоу Дэш? Кстати, да, вот эта прическа достаточно забавная в плане того, что там разные градиенты. Есть, есть вот радужный градиент, есть пастельный радужный градиент. Забавная на самом деле. Короче, такое, к сожалению, на Твиче иногда бывает. По каким-то непонятным обстоятельствам. Иногда человек не видит, что в чате пишут. Там интересовались твоим инстаграмом. Я в личку потом скину тому, кто интересовался. Вот. Переодеться в костюм для выступления. Оно не привязано к конкретному какому-то аккаунту. Оно рандомно у всех бывает периодически, что вы не видите, что вам чат пишет. То есть такое ощущение, что вы одни в чате, хотя на самом деле чат пишет. И это достаточно давно, уже несколько месяцев такие фиговины на Твиче бывают. Ну, можно, конечно, попробовать, ну, просто F5 обновить. Но не факт, что сработает, так что сложно сказать. Ну, теперь знаем, какая любимая пони у Джунипер. Точно. Еще она явно не любит клоунские костюмы. Тольщеска прикольная, да, релика для радуги. Ну, и серьезно, она и радужная, и эта самая. И хвостик тоже такой, спортивненький очень. Вот, мы няшки-милашки. Мы няшки-милашки. Так, мы должны рассказать историю. То есть, я тебя сфоткаю. Мы же няшки-милашки. На фоне мужика этого, правда, ну ладно. Давайте ему расскажем историю. И рассказать. Учиться входить в роль. На нем можно? Серьезно? Можно не на зеркале, можно с партнером это делать? А типа, прочекайте меня, пожалуйста, по листу. Слышите, как они говорят? Так, где тут была опция рассказать байку пиратскую? Странно. Странно. Давайте расскажем анекдот про уток. Хотя нам историю надо рассказать, а не просто рандомную. Куда ты? Ой, она такая лапками митями махает. Куда ты побежала? Все, ты уже такая... Дядя режиссер, дядя режиссер, а когда будем сниматься? Ну, дядя режиссер, давайте сниматься. Подождите, а мы можем сделать селфи в этом костюме? Я заяц. Космический. Ну или не заяц, но я не знаю, что это за животное. Давайте попробуем ему еще рассказать, ну, удовольствием, про политиков анекдот. Ты будешь считаться историей или нет? Вообще... Нет, походу не считается. Вообще, в пиратский день история называется байки какие-то там. Что-то я их... Не вижу. Серьезно. А с дядей режиссером тоже не видно? Знать мнение... Хамский анекдот. Вы про историю что-нибудь видите? Я что-то вообще... А, вот рассказать историю группе слушателей. Вот. Ну, давайте вот у нас оно. Что-то оно как-то запрятано было. Обычно вроде так не так запрятано. Давай рассказывай, будем сниматься уже. Лунтик, точно, да. У меня просто крутящийся кружочек, я даже не вижу своих сообщений. Ощущение, что в пустоту отправляю. Забавно. Нет, такого я еще не слышала. Короче, мы рассказываем пиратскую историю про косм... Как космические пираты бороздят... Просто просто... Кто-нибудь играл, застал игру космические рейнджеры? Вот мне вот это напоминает. Так, дальше нам надо узнать мнение режиссера. И это самое. Короче, там... А там ясь! Да, точно, она косплеет Лунтиком. Байки из киностудии. Проделать пришельцы ушки, будет чеширский кот. Слушай, ты там что, Властелина колец пересказываешь? Что-то надо спросить мнение режиссера. Ну, ты рассказала просто похвалить персонажа на съемочной площадке. Можем режиссера похвалить? Хвалить на ряд. а чё как снимать будем а вот а вот мне там стоять а мне что говорить а вообще как а чё как а чё как вы такой вы знаете у вас такая сегодня борода особо это самое это что не считается а льстить нет только главное в романтику не вдаряйтесь выберите любого персонажа на съемочной площадке представьте затем выберите опцию этого любую похвалу ну и чё ну как бы что мы еще похвалить можем давайте еще раз похвалим наряд может режиссер не считается может быть кого-нибудь еще похвалить надо хотя какая разница вот засчиталась странно первый раз почему-то не засчиталась сказать режиссера готовности к съемкам да мы не любители ночных съемок давайте уже сниматься еей мы готовы сниматься сыграть сцену станцем сыграть сцену с презентации продукта ну что рискованно танцевальная сцена сохранится что хотя ладно даже если заложаем ничего страшного давайте попробуем в класса у них тут цена смотрите давай го танцевать не могу на так попой крутить этим хвостиком я звезда но я вчера это уже говорила и я так это мы готовимся сейчас сделать коншотик только 1 хотя бы мы такие классные снимаемся на мега сцене так все хватит смотрим на мега танец а я не могу не слоткать йоу лунтик отжигает все ей что нормально ну вроде нормально сыграть сцену с пением давайте теперь сцена с пением о этому умеем петь мы уже вроде как умеем встаньте дети встаньте в круг что-то у вас уже золото прямо вообще сегодня рискованно показываем продукт мы сегодня в ударе очевидно уже на золото заработали покупайте наши игрушки приключения пасхального кролика и человека хот-дога ей рассказана отличная история группе слушателей а мудлетика за выступление нас пока нету и опять все стоят и пырятся я боюсь их давайте дополним история пока у нас заканчивается время такие мы такие на работе такие нас похвалили ли чё все свет самая лучшая картинка ну то же самое короче у нас все время одинаковое режиссер такой пошел все тебя бросили на сцене свет погас до чаевые клуб тебе дадут а это нам дадут чаевые или мы дадим чем и джунипер получает золото 475 миллионов и плюс слава отправиться домой ура и действительно подходит и роли в закрытом костюме я крокодил каркашу и буду крокодить до каркажу каркашу действительно джунипер была номинирована на награду за бесподобно сыгранную роль смотрите следующую церемонию награждения в 7 вечера в воскресенье чтобы узнать удалось ли ей выиграть о боже нас номинировали повышение до рекламный представитель джунипер получает повышение до должности рекламный представитель ей теперь доступны новые прослушивания вот такие мы классненькие прям вообще сохраниться надо то бишь что у нас по звездности пока все еще вот 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 мы тут черта наша негативная все еще не проявилась и завтра точнее уже сегодня в воскресенье у нас будет в 7 вечера выступления в смысле это про телеку надо будет смотреть короче добрые дела у нас не делаются вообще никак у нас не завонял стакан еще нет вот я бы хотела хоть что-нибудь проверить потому что что-то но как-то тут мусора нет нет я бы выкинула выбросить дайте-ка проверим вот это вот будет нам считаться за доброе дело если не будет то я наверное поменяю черту обратно на актерскую потому что я что-то не вижу смысла во всем этом ну в смысле плакаты это конечно классно но у меня вообще не получается делать так чё у тебя тут взобнови пожалуйста уверенную картину пока я про нее помню тебе завтра на работу надо ли у вас завтра выходной а у вас завтра выходной отлично я думаю что мы завтра даже не знаю в общем вам партийное задание подумать мы будем ли завтра прям какое-то новое прослушивание пробоваться или подождем так это будет добрым делом или нет но и как бы нет короче я не знаю мне кажется что у меня не получается быть хорошим персонажем поэтому наверное мы просто поменяем обратно на нашу актерскую потому что короче что-то ну не идет у меня но вот поэтому ну и ладно заработать золото со съемки видите устроить уличное выступление мы бы уже вот это выполнили внезапно потому что когда мы знаем когда у нас еще будет золото на съемке ну короче в общем да что-то мне не получилось сделать добрые дела возможно я очень кривой персонажик что там не знаю что-то что-то выплыло так себе агентство тусовки на массовке хотя нет стоп на нам тогда надо будет выбрать новые наверное или они обязательно выбирать можно посмотреть в любом случае в общем вам за до завтра партийное задание посмотри про подумать хотим ли мы сразу брать уже раскачивать следующую роль или мы хотим что-нибудь потусить отдохнуть что-то эти какой не а что тут рисуешь то что изи допустим надо точно покачать навыки дома посидеть потому что у него он вообще все очень плохо вот и джунипер я не знаю можно конечно ей уже готовится к следующему выступлению взять а можно денек отдохнуть там что-нибудь потусить короче можете пока подумать что бы вы хотели больше посмотреть вот потому что в принципе с актерской карьеры я думаю мы вот самой карьерой на двух примерах уже вроде как достаточно понятно как что делается вот давайте сохранимся может быть имеет смысл попробовать пройти в этом вылетный клуб или еще что-нибудь надо рискованно выбирать хорошо будем следующий раз рискованно и выбирать действие роль новую качать интереснее да мы сейчас заканчиваем точно ну в общем думайте я тоже подумаю их тут в туалет в душ свожу между стримами насчет перестроили я между стримами домик я не знаю если я успею я очень бы попробую тут намутить вот но не обещаю вот большое спасибо вам сегодня за компанию мне кажется с двумя персонажами стало еще интересней и зимы менять не будем потому что как я поняла большинство все таки хочется ставить его как есть 76 процентов если я верно помню так что пускай у нас пока такой щупленький дохленький но зато свой родной как называется вот и завтра в 6 часов вечера мы продолжим играть так что приходите у кого будет свободное времечко и все сегодня большое спасибо за компанию записи будут пока на твиче на youtube буду загружать чутка позже и всем спокойной ночи приятного аппетита и пока пока